МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для воспитанников реабилитационного центра «Маленький принц» прошла бумажная вечеринка. На телеканале «Мой город» время новостей. В студии Татьяна Матвеева. Здравствуйте. В Мундепаше простились с погибшим главой поселения. Панихида прошла в это воскресенье. Напомню, Евгений Черенков вместе с женой Натальей попал в аварию вечером 2 октября на трассе Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк. Всего трагедия унесла жизни пяти человек. По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген» выехал на полосу встречного движения и протаранил «Тойоту», в которой находился Евгений Черенков с супругой. Немецкая иномарка после ДТП полностью сгорела. Виновник ДТП водитель «Фольксвагена» в тяжелом состоянии попал в больницу. Чуть позже он также скончался. Участникам другого ДТП повезло уцелеть лишь по счастливой случайности. Поздно вечером в Кемеровском районе Южной несколько раз перевернулась и улетела в кювет иномарка. В Сузуке находилось четверо подростков. При этом водителю едва исполнилось 15 лет. Автомобиль он взял у родителей без спросу. Прокатиться с ветерком потянуло и другую кемеровскую компанию несовершеннолетних. Они угнали старую вазовскую «семерку». Пытались завести машину на ходу. К слову, автомобиль был снят с учета в ГИБДД и отправлен на утилизацию. Хозяин собирался продать его по запчастям. Эта детская шалость также могла закончиться трагедией, если бы подозрительная машина не попала в поле зрения ГИБДД. К сожалению, эти случаи не единичные. Здесь вина и родители. Если бы родители не обучали, не давали навыки ребенку управления транспортным средством, то ребенок, конечно, бы не поехал. Ну и прежде всего нужно следить за ребенком, нужно следить за тем, чем он занимается, и следить за своим автомобилем, чтобы ребенок не смог воспользоваться ваше отсутствие транспортным средством. В Кемерове изменится режим работы реверсом. По пятницам светофоры на Советском будут включать с 16 часов. В Центре организации дорожного движения такие изменения обусловили тем, что у многих кемеровчан рабочий день заканчивается раньше, чем в другие дни недели. При этом реверсивное движение, как и в другие дни, будет работать до 7 вечера. Решительного участкового отметили областной наградой. В Кемерове вручили медаль полицейскому, спасшему человека. Поздно вечером 6 сентября Антон Часовников находился дома в селе Новорождественское, когда сосед сообщил ему, что в лесу пропала пожилая женщина. Лейтенант полиции незамедлительно отправился на поиски на тракторе. Уже ночью он в одиночку отыскал заблудившуюся и вернул ее домой. Благодаря смелости участкового женщина не пострадала. Тотальная экономия времени. Теперь сделать загранпаспорт без очередей в Кузбассе могут пенсионеры и учителя. Акция миграционной службы стала подарком для пожилых людей и педагогов в связи с праздниками. Она продлится до конца октября. Для получения документа нужно предоставить заявление анкету в двух экземплярах. Российский паспорт, копию трудовой и квитанцию об оплате госпошлины. Кстати, она составляет 3,5 тысячи рублей. Подробности проекта на сайте УФМС по Кемеровской области. В областной столице выбрали лучших электромонтеров. Инициаторами конкурса профессионального мастерства по традиции стала Северо-Кузбасская энергетическая компания. К бригадам из Кемерова, Березовского и Ленинско-Кузнецкого впервые присоединились гости из Юрги. Филиал Кузбасской энергосетевой компании. Так на предприятии развивают здоровую конкуренцию и черпают новые знания. Как быстро и качественно смонтировать кабель узнавала Юлия Мельхова. Первый этап конкурса теоретический. Электромонтеры Вадима Виталий без труда за две минуты справляются со всеми вопросами. Работать не только руками, но и головой им не привыкать. У обоих гуманитарное образование. Дипломы юриста и педагога мужчинам так и не пригодились. Они быстро поняли, что офисная работа скучна и нестабильна. А здесь нужна максимальная концентрация и готовность ко всему. Это очень серьезная работа, потому что энергетика вообще серьезная работа и ответственная работа. И здесь дисциплина нужна железнейшая, потому что любая ошибка может привести к трагическим последствиям. Поэтому здесь все очень серьезно и ответственно должно быть. Нарушение технологии как бы недопустимо. Даже люди могут погибнуть, если какие-то правила нарушить. Энергетика не терпит суеты. Важна каждая деталь. Например, соответствие средств защиты всем требованиям. Поэтому в рамках конкурса все инструменты проходят серьезный контроль. Строгая жюри проверяет наличие аптечки, срок службы инструментов и оборудования и даже размер предупреждающих плакатов, информационных табличек в миллиметрах. Каждое защитное средство оценивается в своем балле. Если бы оно за электрозащитное средство не соответствовало требованиям, это естественно бы ушел в минус. За каждую единицу минус один балл. Это, конечно, бы сказалось на конечной оценке. За два часа каждая команда должна выполнить 53 операции. Именно столько отделяет их сейчас от конечного результата. В итоге должен получиться кабель полностью готовый для подключения к сети под напряжением 10 тысяч вольт. Это вот сейчас идеальные условия здесь создания. Реально все проходит в траншеях, в любой мороз, холод, дождь. Единственная защита – это палатка кабельщика, которая натягивается. Неважно, на улице минус 40 или плюс 40, работы должны быть выполнены, и мы должны обеспечить жителей электроснабжением. Все команды завершили работы даже быстрее, чем за отведенные на это два часа. Монтаж кабеля с бумажной изоляцией – дело привычное. А вот СКЭК еще 10 лет назад перешел на новый вид изоляции – изшитого полиэтилена. Такие кабели гораздо надежнее и долговечнее. Чтобы энергетика была качественной не только в Кемерово, но и во всем Кузбассе, принимающая сторона провела для гостей мастер-класс. При этой обработке получаются новые физические свойства в материале. То есть сам по себе он гелектрик хороший, но физически он при нагрее нестабильный. Полиэтилен. Конкурс традиционно стал площадкой для повышения не только престижа рабочей профессии, но и личного мастерства. По технологии получается намного и времени больше, и посложнее там все это идет. Ну, может быть, за счет вот этого всего она и получается гораздо прочнее и долговечнее. В моей работе, допустим, вот как кабельщиком работаю, мне бы неплохо научиться такой. Мало ли, когда придут они, мы уже в курсе были, а не так, чтобы с первого раза, и что там делать. Из двух тысяч километров городских кабельных линий 30% СКЭК уже заменило на новые. В планах же стопроцентное обновление. Новые технологии уже показали свою эффективность. Результат можно видеть вот на таких графиках. Столько повреждений претерпели кабели с бумажной изоляцией, всего столько с изоляцией изшитого полиэтилена. Меньше пяти за почти десятилетний срок. Настоящие мастера своего дела, кемеровские электромонтеры, заслуженно заняли первую ступень пьедестала, получив награду кабель из черного мрамора. Специалисты Кемеровской горэлектросети выполнили свою работу не только быстро, но и без нареканий. За ними с небольшим отрывом березовские электрические сети и команда Кузбассской энергосетевой компании из Юргии. А значит, кузбассовцы могут быть спокойны. Свет в их домах не погаснет. Юлия Мелихова, Антон Скомаровский. Новости моего города. Вкусный обед, подарки и дискотека. Благодаря этим составляющим удалось организовать праздник для детей из реабилитационного центра «Маленький принц». Развлекали гостей герои популярного мультфильма «Фиксики». Это мероприятие организовали благотворительный фонд «Счастье детям» и сеть гостеприимства «Рестар». Мой коллега Андрей Финагин убедился, что для организации стильной вечеринки достаточно иметь мешок бумаги, пылесос и хорошее настроение. Герой популярного мультфильма «Фиксики» вместе со своей сестрой Симкой стали главными гостями детского праздника. Эти сказочные персонажи могут починить любую технику, а заодно знают, как найти общий язык с каждым ребенком. Но сегодня у них другая цель – устроить с ног шибательную вечеринку, которая запомнится надолго. Сегодня аниматоры готовят для детей дискотеку, которая такая особенная тем, что она бумажная. Данную акцию совместно с «Счастье детям» мы проводим не впервые и планируем проводить вообще каждый месяц. Раньше мне всегда казалось, чтобы устроить убойную вечеринку, необходимо иметь огромные бюджеты, огромную площадку и огромное количество людей. Но, как показывает практика, это далеко не так. Ведь для того, чтобы устроить классную вечеринку, достаточно пылесоса и обычной нарезной бумаги. Оказывается, что этой самой бумаги достаточно для того, чтобы праздник запомнился надолго. В ней можно закопаться так же, как и в песке. Можно сделать прическу не хуже, чем из пены. А самое главное – подручного материала хватит на всех. Мухбера и Матина вместе живут в реабилитационном центре «Маленький принц». И между девочками, как и между любыми сестрами, иногда возникают конфликты. Но когда вокруг тебя столько смеха и веселья, то обиды моментально забываются. И вчера не ссорились. Мы неделю как не ссоримся. Вкусный обед и веселые танцы. Наверняка этот праздник запомнится детям на долгие месяцы. И теперь они отправятся домой с подарками в руках и абсолютно счастливыми. Кстати, счастливых и здоровых детей в Кузбассе может быть больше. Для этого каждый из вас может отправить смс со словом «Подвиг» на короткий номер 7522. Стоимость смс составляет 75 рублей. А также на сайте фонда счастья детям.рф организованы все виды онлайн-помощи. Вместе мы сможем больше. Андрей Финагин, Антон Скомаровский. Новости моего города. Телеканал «Мой город» разделит свой день рождения с детьми. В рамках празднования пятилетнего юбилея мы запустили масштабную акцию «Пять добрых дел». Первая уже позади. Мы организовали раздельный сбор мусора и собрали 400 килограммов макулатуры. А теперь будем ездить в дом ребенка, чтобы поделиться своим теплом с самыми маленькими. Одному воспитателю там приходится следить сразу за шестерыми детьми. Иногда с ребятами не успевают даже погулять. Своих телезрителей мы призываем присоединиться к доброй акции. Уже откликнулись десятки кемеровчан, а волонтеры студсовета даже организовали сбор вещей и игрушек для малышей из дома ребенка. В этом месте всегда рады улыбкам и теплым рукам. Вы тоже можете присоединиться к акции телеканала «Мой город. Пять добрых дел». Если вы хотите провести время с детьми и помочь воспитателям, звоните по телефону горячей линии 8 933 300 0300. Это еще не все новости. О том, как более 300 кемеровчан вместе прошли дистанцию длиной 800 метров, узнаете во второй части выпуска. И вот что еще вас ждет. Четыре минуты и новый лидер. Более сотни борцов Карэш из 10 регионов страны собрались в Кемерове на всероссийский турнир. Песни, танцы, фото, деньги. Русское радио в Новокузнецке организовало масштабный финал уникального эфирного проекта «Золотая тройка». Главный театральный фестиваль Кузбасса стартовал. Десять коллективов области на протяжении недели будут удивлять зрителей своими постановками. Репертуар определяли просто только премьерные спектакли. Этот год для участников особенный. Он посвящен Александру Боброву. В 2015-м первому в регионе народному артисту РСФСР исполнилось бы 100 лет. Поэтому лейтмотив мероприятия во многом определило это знаковое событие. Хоть Кузбасс-театральный вовсе не конкурс, а скорее площадка для диалога, эксперты на показах все же будут. А спектакли смогут увидеть не только кемеровчане. Мноше заключается в том, что театры-участники фестиваля 9 и 10 октября в ходе фестиваля разъедутся по городам и районам области и покажут свои спектакли. Не обязательно те, которые они показывают на фестивале в Кемерово, а детские и взрослые спектакли, которые они посчитали возможным и необходимым показать в городах и районах Кемеровской области. Почти 500 спортсменов со всей области поборолись за победу в седьмой спорта-киаде ветеранам спорта Кузбасса. Соревнования проходили в эти выходные под девизом «Здоровье, активность, долголетие» и были посвящены 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Состязались в восьми дисциплинах – легкоатлетический кросс, бильярд, волейбол, городошный спорт, настольный теннис, мини-футбол, шашки и шахматы. Победителями в общекомандном зачете стали спортсмены Кемерово, а также Кемеровского района. Выверенным шагом по стадиону «Шахтер» в Кемерове состоялся Всероссийский день ходьбы. Более 300 человек прошли дистанцию длиной 800 метров. Многие воспользовались палками для скандинавской ходьбы. Колонну любителей здорового образа жизни возглавили Олимпийский чемпион 1988 года в Сеуле по спортивной ходьбе на 50 километров Вячеслав Иваненко и заслуженный тренер России по легкой атлетике Анатолий Коношевич. Главной задачей мероприятия является популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности. Уже после преодоления дистанции спортсмены прославляли этот вид спорта в стихах. Инфаркта не желаю и врагу, поэтому решил я бегом заниматься. Пусть до парнаса я не добегу, зато за мной болезням не угнаться. Схватить за пояс и повалить врага на землю – это основной принцип борьбы карэш. Соревнования по этому виду спорта в минувшие выходные прошли в Кемерове. Всероссийский турнир собрал более сотни спортсменов из десяти регионов страны. За боями, которые способны объединять, наблюдала и наша съемочная группа. Борьба, пришедшая с народных площадей. Раньше состязания по карэш сопровождали сабантуи, свадьбы и крупные праздники. Но и теперь, став полноценным видом спорта, турнир по карэш открывается национальными костюмами, песнями и плясками. Эта борьба еще с древностей объединяет все народы степного происхождения. У нас в Кузбассе мы всегда показываем всем, это на самом деле так, что мы живем одной большой, дружной, многонациональной семьей. В наше нелегкое время подобные турниры показывают, что наш российский народ, он очень разный. Но вот своей самобытностью, своей уникальностью мы дополняем друг друг друга и вместе мы на самом деле сила. Борьба карэш иначе называется поясной. Это значит, что нужно схватить противника за пояс и повалить на землю. Однако у разных народов свои особенности. Где-то можно хватать за ноги, ставить подножки и делать захваты за туловище. Правила объясняют только перед началом соревнований. Если раньше карэш была лишь подготовкой к основным сражениям, то теперь здесь не обойтись без хорошей физической формы. Буквально в 2013 году, это недавно, карэш стал общероссийским видом спорта и развивается уже как общероссийский вид спорта. Не только народы России этим видом спорта занимаются. В мире вообще очень сильно развита поясная борьба. И результатом является то, что карэш была в программе универсиады в 2013 году в городе Казани. Участники уверены, победа в этом турнире не главное. Поэтому Сергей Шичаков перед боем и не волнуется. Друзей у него здесь больше, чем в родном Белове. Мы же только на ковре соперники. Мы можем в жизни дружить. Ну так, в большинстве случаев так и бывает. Кузбассовцам на соревнованиях удалось завоевать 4 золотых, 5 серебряных и 16 бронзовых наград. Карэш с каждым годом набирает все большую популярность. Парадоксально, но сражаясь между собой, народы Сибири становятся только сплоченнее. Борьба карэш демонстрирует их смелость и силу, и верность своим корням. Яна Менгалева, Юлия Мелехова, Антон Скомаровский. Новости моего города. Также в эти выходные прошел чемпионат Кузбасса по лыжероллерам на кубок главы Березовского. В один момент организаторы из-за плохой погоды планировали перенести соревнования, но в итоге принципу «игра состоится в любую погоду» решили не изменять. Под проливным дождем спортсмены преодолевали свои дистанции. Одним из тех, кто принял участие в турнире, стал призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Бессмертных. Правда, по снегу прославленному спортсмену ездить значительно проще. В итоге он смог добраться только до полуфинала. Лыжнику любая погода не помеха, поэтому сегодняшний дождь, ну, когда зимой снегопады, у нас же соревнования отменяются. Поэтому здесь нормальные условия, не жарко зато. Стать свидетелем грандиозных гонок, услышать рев болитов и увидеть своими глазами, что такое «Формула-1» сможет победитель акции «Жажда скорости» с Европой+. Весь сентябрь кемеровчане боролись за путевку в Сочи. И вот настал день, когда определился счастливчик. Кто стал лучшим и почему этим утром в эфире «Европы-плюс» был новый радиоведущий, узнала Полина Егошина. Сейчас в центре города плюс 7, сегодня пасмурно, небольшой дождь, ветер западный, сильный, температура воздуха от 7 до 9 выше 0. Новый ведущий утреннего шоу появился на «Европе-плюс». Иван Беликов уверенно держится в прямом эфире, словно это вовсе и не дебют. Уникальная возможность примерить на себя такую роль стала для Ивана сюрпризом. Было интересно. Я каждое утро слушаю это радиошоу, и интересно было посмотреть изнутри на эту кухню, на веселого Ярослава, на голосистую Лену. Ну, было интересно. Это опять же заряд бодрости на весь день. И главная составляющая отличного настроения Ивана – победа в уникальной акции «Жажда скорости с Европой-плюс». Осуществилась его давняя мечта – он отправляется в Сочи на «Формулу-1». Здесь написано, что я смогу встретиться с Даниилом Квятом. Да, Северно. Вы знаете, кто это? Нет. Это гонщик «Формулы-1» от России. Этого дня Иван ждал с нетерпением. Сентябрь для него был полным неожиданностей. Каждую пятницу месяца участники акции выходили на дороги города и искали брендированные автомобили «Европы-плюс». Справиться со всеми квестами на «Ура» помогала не только смекалка, но и скорость. А в финале четверка лучших схлестнулась в интеллектуальном поединке. Все вопросы, естественно, касались «Формулы-1». И на этом невероятные сюрпризы от любимой радиостанции не заканчиваются. На следующий год у нас традиционно будет «Европа-плюс-лайф» с поездкой в Москву на самый большой «Опен-эйр», который существует только в стране. И, скорее всего, в следующем году мы отправим людей на «Альфа-фьючер-пипл», который проходит в Воронеже. Это большой «Опен-эйр» с клубной музыкой. Чтобы стать счастливым обладателем заветных билетов, нужно слушать «Европу-плюс», участвовать в конкурсах и верить в свои силы. Именно так сделал Иван Беликов. Теперь у него впереди незабываемое путешествие и гонки, которые захватывают дух. Полина Егошина, Дмитрий Шилов. Новости моего города. Кузнецкая земля талантами полнится. Танцоры, вокалисты и фотографы южной столицы Кузбасса образовали групповой творческий тандем, чтобы продемонстрировать свои возможности во всей красе. В Новокузнецке состоялся финал уникального проекта от русского радио «Золотая тройка». Кто из участников стал победителем и получил главный приз, расскажут мои коллеги. Еще месяц назад, до того, как стать участниками проекта «Золотая тройка», эти люди даже не были знакомы друг с другом. Они впервые встретились на кастинге от русского радио, где прошли жесткий отбор. И только после этого сплотились в команды для того, чтобы вступить в настоящую борьбу за звание самых талантливых ребят южной столицы Кузбасса. Сам конкурс проходил в три этапа. Конкурсы очень интересные были, потому что каждый этап – это что-то новое, это феноменальное мышление надо развивать, потому что тема для каждого этапа была просто, так сказать, для нас была шокирующая на самом деле. Мы старались как-то привязать каждую тему к своему номеру, который мы изначально задумывали. Цель проекта – объединить несовместимые. На первый взгляд, жанры в каждой команде были вокалист, танцор и фотограф. Причем, если с двумя творческими единицами все понятно, то задача последнего – запечатлеть момент самого шоу. Каждую неделю участники показывали новые творческие номера. Финал состоял из показательных выступлений, которые жюри посчитало лучшими. Не секрет, что в Новокузнецке проводится много вокальных конкурсов, но «Русское радио» впереди планеты всей, и мы решили организовать вот такой необычный творческий вокально-танцевально-фотографический конкурс «Золотая тройка». Среди приглашенных гостей постоянные слушатели «Русского радио Новокузнецка». Они пришли на финал проекта, чтобы отпраздновать 11-й день рождения любимой радиостанции. Помимо творческих номеров, которые представили участники, сюрпризом для них стало выступление нашего земляка – финалиста шоу «Голос» Дмитрия Сарченкова. Отличное место для проведения подобных мероприятий, а особенно в преддверии Международного дня музыки. Любой творческий, уважающийся человек знает об этом событии. Классика жанра – поем, танцуем и показываем. Отличное мероприятие и теплая атмосфера. В финал вышло три творческих коллектива. Строгим судьям было непросто определить фаворита. Две команды шли буквально вровень. В итоге один из финалистов, Андрей Лаванов, был признан лучшим участником проекта и получил 11 тысяч рублей в честь дня рождения «Русского радио». А главный приз «Золотая карта» от ресторана «Три толстяка» досталась команде «Элегантное трио». Ребята полностью оправдали название, сделав необычный микс из хитов «Русского радио» с элементами рэпа. Но сами победители считают, что дело абсолютно в другом. Мы взяли позитивом. У нас очень позитивные были номера. Мы ставили шеставку именно на этом. 11 лет в Новокузнецке – это только начало. А пока «Русское радио» полностью оправдывает свой девиз. Обещает, что впереди слушателей ждет еще много всего интересного. Главное – оставаться на знакомой частоте 105,5FM. И тогда все будет хорошо. Оксана Зинкова, Елизавета Черняк, Александр Архипенко. Новости моего города. На этом у меня все. Но новости с вами не прощаются. Далее вас ждет рубрика «Тем временем». Георгий Демин расскажет очередную познавательную интернет-историю. Оставайтесь с нами и до встречи на телеканале «Мой город». Всего доброго. Здравствуйте. Тем временем блогеров восхищает дизайнерский телевизор «Полка». Представить современное жилье без телевизора практически невозможно. Каждый производитель старается внести свою изюминку в дизайн выпускаемой продукции. В тренде современных тенденций разработчики идут по пути увеличения разрешающей возможности экрана и сокращения толщины устройства. Но экспериментировать с формой корпуса в целом решаются не все производители. И пока публика ожидает гибкие ТВ-панели сворачивающиеся в рулончик одна из компаний решила соригинальничать в линейке телевизоров «Шериф». Дизайн новинки разрабатывался французами Ронаном и Эрваном Брулье. Внешний вид устройства напоминает что-то среднее между картиной в раме, полкой и обогревателем. Верхняя панель корпуса создает идеальную горизонтальную поверхность, которую можно использовать в качестве полочки. По мнению разработчиков «Шериф» идеально впишется в интерьер современной квартиры, а удобные ножки позволят установить его в любом месте. Накрыть салфеткой и поставить вазу. Будет как у бабушки. В линейку входят телевизоры с диагоналями от 24 до 40 дюймов. При этом будут доступны три цвета белый, красный и синий. Цена изделий пока не разглашается. Начало продаж в ноябре текущего года. Первые телевизоры полки завезут в Великобританию, Францию, Швецию и Данию. Тем временем оставайтесь с нами. Увидели новое покажите друзьям. До свидания. Продолжение следует...